Здравствуйте, подписчики моего канала и просто любители карт Таро 78 дверей. Я безумно люблю всякие интриги, да, и я бы сказала, мне нет равных в том, чтобы что-то спланировать, что-то устроить такое, да. Не зря говорят, что со мной как на пороховой бочке. И хочется поделиться с вами таким раскладом, может быть, вам пригодится, или вы поймете, что все-таки в интриге надо играть и ими заниматься, чтобы мужчины были в тонусе и знали свое место. Расклад называется «Интриги в отношениях. В чем прелесть?». Для этого мы сделаем преддиагностику ваших отношений с мужчинами, да, чтобы, с мужчиной, чтобы разобраться, кто что сильнее. Вот смотрите, ваш мужчина, выпал первую как бы карту, активный, позитивный, перспективный, очень много ездит, очень много двигается, не сидит на месте, не очень домашний, бабник еще тот. Но при этом финансово обеспеченный, да, как бы самодостаточный, стоит твердо на ногах. Так, то есть соперник у нас, противник у нас достаточно сильный. Вы. Сейчас мы поищем вас, насколько вы часто общаетесь. Это, может быть, даже, кстати, не обязательно партнер в отношениях. Это может быть и бывший, и кто угодно, да, там, и начальник. Ну, сейчас будем разбираться, кто здесь выпадет в раскладе. Так, смотрите, вы болезненно переживаете какую-то ситуацию и решили, скажем так, начать свою определенную интригу, свою войну, да, для того, чтобы, ну, наверное, уже вылезти из состояния депрессии, дать отпор. Так, смотрим. Он как личность. Чтобы воевать и затевать интриги о своем противнике, надо знать как больше, как можно больше информации. Так, он как личность. Он как личность. Ну, он мужчина, который безумно хочет с вами наладить отношения. Вы его привлекаете сексуально. Несмотря на возраст, он в душе остался мальчишкой, поэтому и бегает до сих пор по женщинам. Вы как личность, вы как личность тяжело тащите какой-то груз, который вам мешает. Вы хотите скинуть, и вы решили повоевать. То есть у вас очень развито чувство долга. Вы не можете его как бы сбросить и по отношению к детям, может быть, даже по отношению к внукам, у кого как. Что между вами? Между вами у каждого своя жизнь, и каждый довольствуется тем, что есть. Причем и у него достаток, и у вас достаток. И, в принципе, если бы он на вас не наезжал, может быть, вы бы и не начали как-то там показывать какие-то действия свои. Его отношение к вам. Его отношение к вам. Он проявляет заботу. Он хочет о вас заботиться. Он хочет этих отношений. Ваше отношение к нему. Ничего серьезного. Вы такая интриганка, хотите устроить какую-то провокацию, и вы все в хи-хи-ха-ха переводите. Так, в чем интрига в отношениях? Интрига в отношениях заключается... Не поделили. Или ребенка, или внука не поделили. Любовь к ребенку, я бы так сказала. Помимо того, что у вас есть, как знаете, что-то тоже и в отношениях. Я бы сказала, его любовь к вам. Так, что к этому привело? К этому привело то, что вы очень заботливая и всю свою любовь нерастраченную тратили на этого ребенка. То есть вы его холили, растили. И, судя по всему, этот человек вмешался в ваши отношения. Так, что он этим добивается от вас? Он хочет с вами с нуля начать отношения. Как в юности, или как в прошлых отношениях. Это может быть как бывший партнер, с которым вы развелись. Вдруг у него пришло осознание, что если, например, манипулировать с помощью ребенка, то можно с вами начать все с нуля. То есть путь к женщине лежит через ребенка. Что вы с помощью интриг добиваетесь от него? Вы хотите ему сделать такой сюрприз неожиданный. Да, то, что он вообще и в страшном сне не предвидел. И причем вы хотите это сделать так, улыбаясь. Кто сильнее энергетически в паре? Энергетически в паре вы оба сильные противники. То есть сейчас будет такая кармическая ситуация между вами. Так, за кем будет победа? Смотрите. Она такая... Карта выпадает у нас. Рыцарь Жезлов, которая говорит о том, что он встанет в ступор. Он вообще не поймет, что это было, откуда прилетело. Очень долго будет переваривать. Мы даже посмотрим, с чем это связано. Да, в его жизни все рухнет в одну секунду. То есть вы там такое сотворите, что он вообще, скажем так, у него челюсть отпадет. Так, в чем прелесть этой победы? Что вы получите шанс, скажем так, на права на этого ребенка. Что он будет понимать, что с вами шутить нельзя. Как вы будете выглядеть в глазах своего партнера после этого? Он поймет, что вы такая вроде как романтическая, вроде бы такая хрупкая, такая нежная. Вроде бы вы ему как бы намекали, писали. То есть он начнет вспоминать, что были какие-то знаки, на которые он не обратил внимания. И то, что вы все делаете молча, то есть нигде вы не проговорились, не прошла информация. И он как бы понял, что вот вы умеете делать такие вещи, от которых, ну не знаю, он точно не ожидал. Так, ваше ощущение победы. Ваше ощущение победы вы почувствуете себя офигенно сильным магом. Даже если вы никакого отношения к магии не имеете, но вы поверите в высшие силы, что они на вашей стороне и дают вам возможность победить. Чего вы добьетесь? Вы добьетесь то, что он захочет этих отношений. И он будет понимать, что в принципе, прежде чем делать какие-то пакости, нужно с вами что-то согласовывать, да, и ставить вас в известность. Итак, для чего нужны интриги? То есть мужчины, которым скучно в нашем современном мире, которые пользуются своей силой пакости от слабым женщинам, да, которые, например, бросают женщин с детьми и не принимают участия. Они никогда в жизни не думают, что женщина может играть лучше и сильнее. Поэтому, женщины, никогда не расслабляйтесь, не переживайте. Собирайте всегда про своего партнера там кучу информации, да, для того, чтобы в самый, так скажем, для него неудачный момент ударить так, улыбаясь, чтобы он понял, что с вами шутить нельзя. Вот кому интересна такая ситуация, у кого есть похожие, пишите на WhatsApp, мы рассмотрим вашу ситуацию.